Развитие инвестиционного проекта «Сычуань-Чуваши» обсудили в Доме правительства республики. В режиме видеоконференц-связи с китайскими инвесторами обозначили проблемные вопросы. Китайский инвестор «Сычуань-Чуваши» агропромышленная торговая компания планирует построить в республике Агропарк, в который войдут животноводческий комплекс производства по переработке молока и говядины. Цена вопроса 10 миллиардов рублей. Их компания планирует вложить в проект, который уже включен в 70 значимых программ российско-китайского сотрудничества. Понятно, что он реализовывается в развитии договоренностей наших лидеров Владимира Владимировича Путина и Син Цзиньпиня. Понятно, что уже много сделано в рамках реализации этого проекта. Но при этом остается достаточно много вопросов, по которым надо нам провести соответствующие консультации и найти некие понимания о взаимных вариантах взаимодействия. Самый проблемный вопрос – место по строительству комплекса до сих пор не найдено. В каждом районе, где китайцам пытаются выделить земельный участок, местное население протестует. Сначала скандал разгорелся в Маргаушском районе, а затем протесты жителей распространились на Чебоксарский район, Чебоксары, Цивильский и Шумерлинский район. Олег Николаев считает, что такая ситуация сложилась из-за отсутствия координации между прежним составом правительства Чувашии и инвесторами. Будем обсуждать, искать варианты. Ну, вот как коллеги из Китая сегодня говорили, если что-то нам не удастся договориться, возможно, они готовы даже свернуть данный проект. Но мы нацелены на то, чтобы именно таким образом организовать работу, как я сказал, обсудить, утвердить и дальше известить население, как это будет происходить. И если население, конечно же, в какой-то части будет против, мы, конечно же, серьезно подумаем о тем, а надо ли нам этим заниматься. На первом этапе инвесторам предоставлено в аренду 5000 гектар сельхозземель в Порецком районе под разведение 4000 голов молочных и 2000 голов мясных пород коров. Есть варианты расширения за счет земель Шумерлинского района. Согласно утвержденным пунктам соглашения, уже должны были возводить животноводческий комплекс на территории Порецкого района. В любом случае, осталось еще много вопросов для обсуждения. В Рио главу Чуваши предложил китайской стороне после того, как завершится пандемия, перейти в очный формат общения. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Валерия Резюков, Республика.